Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие мои друзья! Христос Воскресе! Сегодня я расскажу вам об одном приходском священнике середины XIX века. Звали его отец Алексий. Служил он не в великолепном столичном соборе, а в храме небогатого села Барцурманы Симбирской губернии. «Сколько было таких приходских священников на Руси?» – скажет кто-то. «Так-то оно так, но не о каждом из них мы имеем яркое свидетельство величайшего святого нашей Родины, преподобного Серафима Саровского». «Что вы едете ко мне, будто я особый какой?» – с искренним удивлением спрашивала преподобный, приезжавших к нему из той местности, где служил отец Алексей. Хотя царовскому подвижнику никто никогда о нем не рассказывал. «Ведь есть у вас свой усердный ходатай и молитвенник перед Богом. Нисколько он не ниже меня, своими молитвами он подобен свече, вожженной перед престолом Божиим. Чем же заслужил отец Алексей такой высокий отзыв великого святого? Наверное, был он строгим подвижником, как древние отшельники и аскеты, подумайте вы. А вот и нет. Будучи еще молодым священником, не во всем он соблюдал надлежащую строгость. Одно время пристрастился к выпивке. Но однажды ночью постучали ему в дверь. Прибыл ходок из соседней деревни. Умирал там крестьянин. Надо было ехать к нему, чтобы исповедать и причастить. «Вы что, не могли подождать до утра?» – рассерженно спросил полусонный отец Алексей. «И из-за этого подняли меня среди ночи». Как не убеждал его посланец, что больной может не дожить до утра, ничего не помогло. Отправил отец Алексей ходока в своясье, а сам, как ни в чем не бывало, лег спать. Но сон уже не шел к нему. Все мерещился ему умирающий крестьянин. «Нет, надо ехать», – сказал он себе. Запряг лошадь и отправился в путь. Застал он крестьянина уже мертвым. Но что самое страшное, увидел он, что рядом с покойником стоял ангел со святою чашью в руках. Это видение так поразило отца Алексея, что на коленях и со многими слезами долго молился он у одра умершего. А домой вернулся уже совсем другим человеком. Застолья были забыты, вместо них пришло строгое молитвенное правило. Двери его дома теперь вообще не запирались. Днем и ночью принимал он людей, утешал, укреплял, помогал чем мог. Если слышал, что где-то случалось горе, пожар или еще что-то, шел отец Алексей и тайно подбрасывал несчастным людям деньги. Часто отдавал последние. Так продолжалось из года в год. Когда горе можно поправить деньгами, это еще полбеды. Ну а если в каком-то доме тяжело заболевал глава семьи, кормилец, то чем тут поможешь? Придет лекарь, да только разведет руками. Вот тогда-то и бежали домочадцы к отцу Алексию. И встает отец Алексий на молитву и усердно просит Господа исцелить недужного. Молится час, другой, третий. Уже и колени не чувствует, а молитву все творит. Наутро приходят родственники со слезами благодарности. Выздоровел кормилец. Добрая молва о новом чудотворце быстро наполнила всю округу. Отовсюду потянулись к нему люди со своими невзгодами. Исцелил много людей и даже воскресил одного отрока. Люди сетовали. Что мы будем делать, когда отойдешь ты от нас в мир иной? Ведь отцу Алексию уже шел девятый десяток. А вы приходите ко мне на могилку. Я вас там и услышу, отвечал он им. Так это и произошло. Даже в безбожном двадцатом веке не оскудевал поток людей к месту погребения этого праведника. Большевики не раз хотели уничтожить его могилу. Но всегда что-то им мешало. Даже трактор на ней застревал. Наткнется на что-то твердое. И ни туда, ни сюда. Отец Алексии не дает, говорили односельчане. И разрушители с позором уходили. Но, слава Богу, времена изменились. Новое поколение начало чтить память своего дивного односельчанина. В двухтысячном году этот праведник был причислен к лику святых. Его мощи торжественно внесли в Успенский храм села Барцурманы, в котором отец Алексий прослужил почти всю свою жизнь. В знак своей милости к землякам явил он новое чудо. На мраморной могильной плите, где было погребено его тело, совсем недавно проступил его светлый лик, словно говорит он всем нам. Не забыл я вас. Приходите и сегодня ко мне. Чем могу, тем помогу. Я желаю вам всего самого доброго, друзья мои. До скорой встречи. И храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»